но только на пересаженных на те что выросли скотчика и не было сущим почему как раз я не могу дотянуться вас рассылать густость про москвы почему и поцелуев таких жарки просто взяли уже ну почему делают я не знаю когда вас это это тянуться вот же есть же нормальные люди с нормальной пересаженные и пересажены без ли спасибо за поддержку так тверь борис много нового добра и много света а тем сила шива здравствуйте скажите хороший опылитель для абрикосов абрикосов абрикосы для яблони яблони то слив сливы значит смешанный сад а дальше какие деревья могут растить полотеней это два разных вопроса значит вот эти вот таблицы опылители они есть я не верю вообще понимаете потому что весь набор вы посадили у вас должно быть все ломится деревья от этого но я смотрел конкретный шуток что на пылитель если он замерзнет вторая пылителя не держит эти самые он рано цветет попадает под заморозки вот это касается и яблони слив и а принцип один не думайте кто опылитель забудьте что слова хороший опылитель принцип один тот же самый что в мультфильме когда один борьбу с другого говорит у них помните у меня были не жало а что ты будешь котлеты и сосиски и того побольше этого побольше этот мой ответ принцип один как можно больше сад как можно больше абрикосов как можно больше яблони как можно больше слив вот тогда все эти все перекрывается все эти ну и что что кто-то не замерз а вот другой год не замерзнет замерзнет тот который раньше засвел третий год тут который позже засвел и вы всегда будете с урожаем не обязательно все плодносим половина этого успех если вы знали сколько у меня это будет за все годы тонны фруктов сгнило какая у меня проблема все она может быть пчелы переносят пыльцу если верить почему я должен не верить кто-то проверял на 300 метров 300 метров как раз это диаметр моего сада в одном углу посажу другом посажу пчела найдет лишь бы только все было но вот садить поближе друг другу так у нас осень налет плена сады и она вся была на крыле невозможно было вдохнуть открытым в том морове тут ни при чем да и садилась она на все деревья кроме груши но груши правда плени любят и абрикосы плени любят значит все остальное вот я с таким явлением как тля на крыле вздохнуть настолько ты никогда не было у нас бывало бабочка капутица как будто снег идет огромное количество на бывало вот же коровка гигантских количествах такое бывало наверное это чё-то присуще на лет клей где-то она прекрасно перезамывала зиму и вообще не пострадала кстати никакой профилактики не поможет почему вы можете сколько угодно пару соток держать под постоянным гнетом это химикантов помните профилактика что-то не с марта апрель май папа июнь вроде бы вас не должно быть пройдет дождь вот и тут начнется налет ли как у сергея дороганова вот соседние сады прилетят и окажется что все эти бесполезные защита была защита только одна абсолютно здоровые сады какой бы налет ли на сады не был но если сад помните там было выше не пересажено никто не трогал значит когда она налетает она обглодает всех соседей образно слово обглодать образно всех соседей уничтожить там миллион листьев вот а ваше не тронет и потому что есть традиционно еда для тли яблони так раз и сливы и линклоды все все остальное если дерево целое пусть миллион тли налетит она все равно ничего сделать не сможет вот значит сказать что у нас есть сады чисто здоровых деревьев у меня тоже такого нет почему помните сколько я рассказывал как я конечно вроде хлеба насущного как я калечу и даже у меня нет но тем не менее у меня нет ли на вишнях через их на сливах в венгерках на абрикосах нет на грушах нет ну нету нету был налет ли не был налет ли кляву нас каждый день и вот получается что с одной стороны вам спасибо сергей за ваши слова о том что страшных случаях страшных случаях когда у вас был налет такое что даже рот забивала так я самая что вы пишете мореви не причем вот за это спасибо вам что вы не связали за смотрим вот и все еще на грушу даже не садилась вот тут у меня поддержали вот это вот спасибо ну а если она садилась на абрикосы на сливы ну что я могу сказать там где она не должна посидеть на венгерках жизни не видел на груша этих самых допустим на этих сомна в общем понятно алена вопрос подержану при корневой зоне правильно ли я понимаю что не надо полоть вокруг дерева просто кашевую траву и тогда эмульчировать не надо даже не надо не ловочи нужна цель для того чтобы мальчировать есть бедная бедная почва так ну вот сейчас я все-таки возьму я немножко до туда не дошел вы я тоже на ваш вопрос ответить пусть я немножко не дошел смотрите это мы проходили проходили сегодня же проходили самое начало всего сама первая фотография смотрите можно ли сделал холмы улучшить почву с помощью мульчирования ведь что такое мульчирование она вот это есть для мульчирования это широкое понятие я использовал перепревший перегной вот перепревший то есть абсолютно нейтральный он уже весь это перегнил а вы можете использовать например траву которую скосили я предпочитаю вообще не трогать по принципу вот она лежит никому не мешает чего я буду трогать так а вы говорите можно ли использовать мульчирование но если вам хочется сохраняя форму полукруглую то есть форму холма чуть ли не египетской пирамиды пока ты вы можете позволить себе вокруг выстилать это же скошенной травой или не делать ничего потому что проходит несколько лет вот тут смотрите видите уже практически вся абза этого ну сколько им сейчас лет ну сколько им лет ну я не помню допустим 5 5 лет косилась трава ее можно было подгрызти под каждое дерево сохраняя вот эту форму я вообще не трогал примерно все равно все в ходу деревья разрослись видите теперь уже вся площадь занята и я вот это вот самое это я как раз и называю вот это вот вы говорите мульчировать еще раз что такое мульчировать скосили траву пожалуйста можете подгрызти поближе к дереву чтобы она раньше заработала на за год за два перегрет так и насчет работать уже как подкормка а вот и не пробить только через эти четыре года на заработать вот мой ответ смотрю что считает под мульчирование за забором посевные поля думаю что с них она прилетела до на это самое она любит зерновой культуры вот получается что соседство откуда прилетела тля вот это зерновой культуры наверняка они виноваты вот конечно это не подарок вы правы алена трофимовна знаете ли такой ученый белоруссии ванно-русских он очень равнодушный работе биолог может попробовать наладить с ним катак вдруг открытится как и курдима нет дело очень друзья я ни с кем уже не могу контактировать физически и морально я просто устал вы знаете что сколько у меня друзей вот вы все здесь 44 было 42 участника да вы знаете что я получил поздравление до полутысячи а как я отвечал я хвастаюсь я не жалуюсь ой я такой несчастный мне пришлось полтысячи человек отвечать за поздравление я хвастаюсь но мне пришлось я никакого стандартного не было зала тут все поздравляю с новым годом желаю здоровья и счастья личной жизни и каждому так это нет я каждому отвечал индивидуально вспомните друзья каждому пожелал что-то общее было только одно мирного неба этого а дальше уже знаю кто такой кто из вас кто я по всем отвечал вот и наступил момент когда я единственное с кем еще согласился на проконтактировать это с тем будущем вот помните что кто видел это ко мне привязал лепешкин этот великий сказочный писатель но наверное не смог бы написать так же как дудинцев написал белая одежда роман да который я вывесел чтобы он написал да он меня можно было взять или конца своих друзей помоложе в качестве ну что ли такого революционера тут помоложе чем я такой про образа могу быть а этим самым героем не могу быть и вот такого бы человека бы найти вот с ним бы я бы это мы бы сидели день и ночь мы бы это самое есть какие-то факты биографии я же вам только началось первый фильм создал под названием исповедь а я могу и 10 20 написать у меня такие наблюдения вот интересно но с этим я мог бы вот и есть он наверное замечательный садовод но мне еще есть привычка никогда я подружу с ним я уже не смогу с ним спорить я никогда не спорю вы заметили у Тинкова его вы заметили Бродского а мы все разные но их сама жизнь привела нас родила никто не планировал это дружба это получилось само собой и именно из этих соображений я конечно не буду Иванова русских звонить буду вот допустим со мной многие из корысти позвонят скажут а мне бы ваших бы этих морозостойких бы это тоже проблем Голоруссии вот может быть постепенно подружились я этому лучший сад по качеству культур из южных у меня лучше из северных садов а у Шамиля из лучших я ему не навязываю дружбу он мне тоже вот понимаете понимаете пересеклись я о нем рассказал я свой долг выполнил я выполнил свой долг вот я ни разу одевался я самый самый вот он самый самый Шамиль вот это и есть моя роль как мог объяснил так а а а а